Дядя, вы не можете быть так добры и дать мне 20 рублей, чтобы я мог попасть к родителям? Хорошо, мальчик, а где твои родители? В кино. Врач сказал, что тренировки добавят мне годы жизни. И это правда. Я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85. Мальчиково. Дядя Петруха, после свадьбы я разрешу тебе поцеловать меня там, где меня еще никто не целовал. Да, это где это? В Париже? Не понимаю, как пасыщник узнает, какой мед принесла пшела. Он а что ему говорит? Ну вот, Петрович, я тут принесла гречечный мюр, а тут липовой. Смотри, не пора вера путай, я пролетела. А ты в курсе, что на новый ладо приор будет 4 педали? А четвертая, то зачем? Чтоб подушку безопасности подкачивать. Блевочка. На самом деле, слово «неудачный брак» – это тактология. Может ли быть что-нибудь удачным, если это названо словом «брак»? Папа, расскажи мне сказку. Это какую это? Какую? Да ту, которую вчера мне мама рассказывала. Там еще вот бабушку съел. А, так, слушай. Идет, значит, тещенька Матрона Мартыновна ночью в темному лесу. Баря подвыпившая дама спрашивает. Есть ли здесь кто-нибудь, какой-нибудь мужчина, который сделал бы так, чтобы я почувствовала себя женщиной? Один мужик снимает с себя рубаху, бросает и говорит. На, постирай и погладь. А кто это есть? Хочу, чтобы мужчины носили меня на руках. А, хочешь петь штангой? Один мужик пришел в больницу к товарищу, который лежал в больнице. А тот товарищ, который лежал в больнице, работал начальником. И вот он хотел с ним поговорить сначала о политике. А тот, который лежит, начал говорить, что жаловаться, что подчиненные не любят его. И это мягко сказано. И начал в том же духе. А в это время лежал на столе его смартфон. И на него сообщения так и сыпались. А тот говорит. Как же тебя не любят? Вон какие смешные анекдоты присылают. А тот говорит. А я им написал, что нельзя мне смеяться, чтобы швы не разошлись. Сегодня никак не могла уснуть. Сначала считала овец, потом познакомилась с пастухом и понеслась. Один человек приходит к своему товарищу домой. А там смотрит один пожилой человек. Показывает ему на ноги кивком головы. И в это время быстро втыкает в него отвертку. И с пронзительным бизгом падает. Ошарашенным гостю объясняет, что это его любимый друг. Потому что это одна нога у него деревянная. Но время берет свое. Начинался склероз. И поэтому дед стал забывать, какая нога у него ненастоящая. Очень привлекательный мужчина сказал, что я женщина его мечты. Может пригласить его к себе и ознакомиться поближе? Нет, рановато человека разочаровывать. После первого прыжка с парашютом, дед Петруха подходит к инструктору и говорит. Запишите мне два прыжка. А тот говорит, у тебя же был только один прыжок. Это был первый и последний. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok